Иван Купала, Иванов день, Купальская ночь, летний народный праздник славян. Раньше эта дата была привязана ко дню летнего солнцестояния, к 22 июня, но потом ее постепенно перенесли на более поздний срок, на 7 июля. Праздник, который отмечается в этот день, появился на Руси еще в языческие времена. Но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название Иван Купала имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна Креститель в переводе с греческого означает «тот, кто купает». Весь обряд крещения представлял собой именно погружение в воду. На Руси это прозвище переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах. В ночь на 7 июля по старинным поверьям людям ни в коем случае нельзя было ложиться спать, а надлежало как можно больше шумно отмечать этот праздник. Ведь шум отпугивает злую нечисть, черти водяных, леших, русалок. Считалось в Древней Руси, что до Ивана Купала в озерах и реках купаться нельзя. Люди верили, что во всех водоемах живут существа, способные навредить человеку, решившему искупаться. Покидают же они места своего постоянного обитания лишь с приходом Иванова дня. И только после наступления Иванова дня можно было купаться в речках и озерах. Темные силы уже не навредят купальщикам. Вода Иванова дня наделялась живительным и магическим свойствами. И именно с купанием и мытьем и связывались традиции. Принято было пачкать и обливать друг друга. Ведь чем чаще человек в этот день будет мыться и чиститься, тем лучше. И никто на него не обижался. В Иванов день всегда был наполнен различными обрядами, которые связаны с водой, огнем и травами. Ведь вода считается символом очищения, а огонь это символ солнца. В эту ночь огонь способен очистить человека от многих прегрешений, порчи, сглаза и болезней. И именно поэтому разводились большие костры, вокруг которых водились хороводы. Парни и девушки пели особые купальские песни. Кстати, хоровод символизировал собой движение солнца. Костры разжигали поздним вечером и жгли чаще всего до утра. Когда костер догорал, то через него все прыгали. Кто выше прыгнет, считалось, будет удачливее в течение года. А отказавшиеся прыгать считались ведьмами и их листали крапивой, дабы изгнать из них нечисть. В кострах сжигали одежду, снятую с болеющих, чтобы отступили хвори. Завершался праздник с зажжением большого колеса, которое потом скатывали в воду. Травы, собранные в эту ночь, обладали особыми свойствами. Магическими и лечебными. А девушки готовили из них различные приворотные и отворотные зелия. Этими травами окуривали больных, боролись с нечистью, а также использовали для других обрядов. Согласно обычаям, на пороге и на подоконниках клали крапиву и полынь, чтобы защитить свой дом от нападения ведьм. Однако, самой главной травой этого дня традиционно является папоротник. С ним связаны древние предания о кладах. Считается, что свет папоротника появляется в полниш только на несколько секунд. В ночь на Ивана Купала. С ним можно найти любые клады, даже те, что находятся очень глубоко под землей. Человек, нашедший цветущий папоротник, якобы становился ясновидящим и мог видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились, и понимать язык животных. В эту ночь незамужние девушки гадали на семейную жизнь, плели венки, ставили в них зажженные свечи и запускали в воду. Если уплывет венок далеко, значит, не скоро милый замуж позовет. Коли потонет, не бывает любви, не ходит девке замуж. Ну а к берегу прибьет, скоро гостей в дом жди, свататься придут. Венок был обязательным атрибутом игрищ. Изготавливали его из диких трав и цветов. Во время праздника его, конечно же, уничтожали, бросая в воду. Символом праздника еще стали два цветка. Один из них, не существующий в природе, цветок папоротника. По легенде, он распускался один раз в году в ночь на Ивана Купала. А другой цветок, Иван да Мария. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий – воды и огня. Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землей на метлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которая только можно представить. Ведьмам, колдунам, водяным, русалкам, лешим. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву. Иван Купала также называли травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства, при условии, что сборщик выполнил все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос. Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным, ждали много грибов. Если выпадала сильная роса, это предвещало урожай огурцов. Именины в этот день у Антона, Ивана, Никиты и Якова.